Автополив газона Полив газона – это одно из обязательных мероприятий по уходу за растениями, которое должно выполняться регулярно. Нехватка времени заставляет садоводов искать рациональные способы увлажнения грунта. Автополив газона – оптимальное решение проблемы, независимо от наличия источника водоснабжения. Суть системы автополива Система автоматического полива газона обычно монтируется специализированными фирмами. Но не все садоводы могут выложить ощутимую сумму денег за приобретение системы, ее проектирование. Более экономным вариантом является самостоятельный монтаж системы автоматического полива. Несмотря на трудоемкость, затраты на покупку деталей и потраченное время, самодельная система полива газона обходится дешевле готовой. Автоматический полив газона может быть вторых типов – спринклерный. Это разводка трубопровода с дождевателями. Полив производится сверху по принципу натурального дождя. Капельный – это гибкие перфорированные шланги с отверстиями, подключенные к точке водозабора. Чаще всего их располагают под землей. Полив производится напрямую к корням растений. Спринклерный тип орошения прекрасно подходит для газонов, увлажняя не только почву, но и воздух. Это наиболее доступный метод полива. Устройство системы полива. Для самостоятельного монтажа системы автополива газона понадобится приобрести ряд необходимых элементов оборудования – насосная станция. Устройство обеспечивает нужное давление. Выбор производительности основывается на составленном проекте и расчете необходимого потребления воды. Регуляторы давления. Нужны, если в системе предусмотрены дождеватели, требующие разного напора воды. Фильтры тонкой очистки. Защищают дождеватели от засорения и выхода из строя. Электромагнитные клапаны и контроллеры для управления системой. Трубы ПНД. Создают транспортную магистраль. Переходники, тройники, угольники для соединения труб. Дождеватели, распрыскиватели, спринклеры. Они могут быть невыдвижными или выдвижными. Первый тип зафиксирован над поверхностью грунта. Дождеватели второго типа располагаются в почве. Выдвижной механизм поднимает их вверх на 15-20 сантиметров во время полива, затем снова опускает вниз. Конструктивная схема системы автополива. Алкотипы дождевателей. Выдвижные дождеватели для полива газона. Роторный ороситель имеет. Устойчивую основу вращающуюся головку. Способен вращаться вокруг своей оси и захватывать радиус от 5 до 25 метров. Статическая, верная поливалка неподвижна, функционирует в радиусе 5 метров по принципу фонтана. Некоторые модели можно регулировать, чтобы орошение осуществлялось в соответствии с конфигурацией газона на 25-360 градусов. Невыдвижные дождеватели осциолирующий тип удобен для прямоугольного газона. Это перфорированная трубка, двигающаяся по определенной траектории. Импульсный дождеватель осуществляет порционную подачу воды. Шланг-дождеватель в виде гибкой трубы с отверстиями орошает посадки во все стороны сразу. Круговой распылитель равномерно орошает радиусы от 3 до 10 метров. Водозабор может производиться из нескольких источников скважины, центрального водопровода, колодца, открытого водоема. При расходе 20 литров воды на каждый квадратный метр газона понадобится 200 литров за один раз для участка площадью 10 квадратных метров. Водозабор из центрального водопровода дает большую нагрузку на всю сеть водоснабжения, так как рабочий диапазон для дождевателей составляет от 2 до 4 атмосфер. Совет. Рекомендуется сделать подключение в обход водоснабжения дома. Перепады давления нивелируются установкой расширительного бака. Воду для полива газона можно подавать также из скважины или колодца. Понадобятся два насоса. Первый будет закачивать воду в бак, второй – осуществлять подачу воды в систему. Можно установить насосную станцию с гидроаккумулятором. Выбор мощности станции, насосов, объема, емкости осуществляется на основании расчетов расхода воды. При одновременном поливе можно сложить производительность всех дождевателей. Насосная станция должна обладать чуть большей производительностью на 10-15%. Если этот параметр недостаточен для полива всей площади газона, то процесс разделяют на 2-3 этапа. Проектирование эскиз. Проектирование системы автоматического полива начинается с составления точного чертежа газона на миллиметровой бумаге. На схеме обозначают площадку газона, кусты и деревья, зоны отдыха, постройки. В итоге должно получиться несколько прямоугольников. Следующий шаг – расчет пропускной способности трубопровода, так как ресурс точки водозабора имеет ограничение. Нужно измерить диаметр трубы источника водоснабжения и узнать ее пропускную способность из таблицы в интернете. Затем следует определить этот параметр на практике. После перекрытия всех разветвлений нужно подсчитать количество литров воды в минуту. Так выясняется подходящий диаметр трубопровода. Схематическая система дождевая. Чтобы узнать оптимальный режим одновременной работы оросительных линий, нужно выяснить площадь действия сплинктыров. Обычно для газонного полива используются оросители статического, верного и роторного, вращающегося типа. Для обширного газона статических оросителей понадобится больше, что повлечет за собой покупку большего количества труб. Дождевалки роторного и статического типа должны устанавливаться на разных линиях. Подходящий ороситель подбирается в зависимости от размера и формы газонов. Осталось решить вопрос о том, сколько понадобится дождевателей для всего газона. Количество оросителей определяется на основании расхода воды для одного дождевателя. Дождевателя производительности насосной станции количество секторов газона для полива. Поливалки для газона рационально разместить на плане. Для этого циркулем вычерчивают круги, отражающие радиус действия выбранных дождевателей. Орошаемые участки должны быть охвачены полностью. Расстановка газонных дождевателей начинает с угловых точек газонов. Важно! Необходимое условие рационального размещения поливалок к каждой линии воды должны подключаться оросители с одинаковой производительностью. Это обеспечит постоянный равномерный полив газона. Разбрызгиватели, установленные в конце линии, орошают несколько меньший радиус из-за понижения давления в трубах. Для облегчения обслуживания автоматики участки разветвления трубопровода нужно сконцентрировать в одном месте. Клапаны должны располагаться вблизи друг от друга. На плане нужно отметить точки с одновременно работающими дождевателями. К каждому из таких участков будет присоединяться один клапан. Определившись с размещением всех дождевателей, следует разработать схему водопровода. Необходимо рассчитать пропускную способность водозабора. Чем больше площадь действия сплинктыров, тем потребность в воде выше. Алгоритм проведения замера шланг подключается к точке водозабора, ставится ведро объемом в 10 литров и фиксируется время его заполнения. Отмеряется дистанция точки водозабора до самой удаленной точки участка. Каждые 15 метров требует добавления 1 секунда. Пропускная способность водозабора должна быть выше, чем суммарная потребность подключенных и одновременно работающих устройств. Места прокладки магистральной трубы и разветвлений нужно прочертить так, чтобы они имели минимальное количество изгибов, направлялись к дождевателям по кратчайшей траектории. Диаметр разветвлений должен быть меньше диаметра магистральной трубы. Обратите внимание, неправильно созданная сетка трубопровода приведет к потерям давления, расходу материала, неэффективному поливу газона. При невозможности одновременного запуска всей системы придется разделить ее на несколько ответвлений и отрезать посредством клапанов. На основе созданных документов можно сделать смету для расчета расходов на материалы. Самостоятельный монтаж системы полива Технология монтажа системы автополива осуществляется согласно разработанному плану. Для начала производится разметка площади газона. Для этого используют колышки и веревку. Производится установка необходимого оборудования. Водяной фильтр устанавливается на выходе с насоса водачи. Затем прокапываются каналы для трубопровода, выравнивая дно. Диаметр магистральных труб составляет 32-40 мм, для линии разводки 25-32 мм. При отрезании нужно оставлять небольшой запас длины. Сечение труб непосредственно у дождевателей должно быть наименьшим. Линии автополива газона набирают, начиная с самой дальней от водозабора ветки. Для соединения используют переходники, тройники и угольники. Рекомендуется глубина около 1 метра ниже уровня промерзания грунта. Можно уменьшить трудоемкость работы и сделать глубину около 30 см. Но тогда требуется небольшой уклон. В самых низких точках необходимы дренажные клапаны для сливания воды перед зимним периодом. Чистые клапаны – залог качественной поливки после соединения всей трубопроводной магистрали и клапанов осуществляет укладку в траншеи. Перед тем, как засыпать систему полива газона грунтом, нужно устроить проверку на герметичность. Клапаны поочередно открывают и закрывают. Все неисправности устраняют. Если тестирование системы после подачи воды прошло успешно, можно сверлить отверстия под концевые отводы и дождеватели накручивать их и засыпать землей траншеей. Для соединения дождевателя с магистральной трубой понадобится отрезной штуцер. Сплинкторы должны располагаться выше уровня грунта, за исключением подземных моделей. Обратите внимание, клапаны служат для поочередного полива определенных секторов, регулируют каждую ветку системы полива газона. Их объединяют в группы и помещают в специальные боксы по 4 штуки. Электромагнитные клапаны соединяют с датчиками и контроллером. К трубам клапаны присоединяют посредством специальных сёделокомпрессионных муфт. При установке необходимо соблюдать герметичность. Электромагнитные программируемые клапаны работают согласно настройкам микрокомпьютера и таймера. Они снабжены батарейкой, чтобы при отключении электропитания программа не стиралась. Можно добиться полной автоматизации поливочного режима с помощью установки вторых датчиков влажности грунта на газонах и дождя. Его размещают подальше от оросителей. Если почва влажная после дождя или идут осадки, то вода не будет подаваться. Уход за системой полива Обслуживание самодельной системы полива газонов в основном заключается в очищении фильтров и поливочных головок от загрязнений своевременной зарядки аккумулятора контроллера. Чтобы домашняя система полива газона работала исправно долгие годы, нужно правильно готовить ее на зиму. Воду требуется сливать клапаны, продувать все датчики и убирать в помещение. Нормы полива газона Как часто поливать газон? Рекомендуемая норма полива Режим полива газона каждые три дня в пасмурную погоду, не реже одного раза в неделю, при засухе, каждый день. Предпочтительное время полива Утро или вечер, когда влага испаряется с минимальной интенсивностью, а солнечные лучи слабые. И не могут вызвать ожоги травы. Глубина оптимального насыщения грунта водой от 30 до 50 сантиметров. Наиболее приемлемый объем полива 10-20 литров М2. Как правильно поливать участок? Нежная трава газона не любит холодную воду. Температура воды должна совпадать с температурой воздуха и грунта, то есть быть ли делах 18-20 градусов, но не ниже 10 градусов. Подаваемая из колодца или скважины вода обычно слишком холодная. Для ее согревания рекомендуется установить накопительный бак. Подкормка газона делается после полива или одновременно с ним. Важно! Основное правило полива газона летом реже, но обильней. Незначительный, но частый полив не позволяет влаге проникнуть корням растений. Вода быстро испаряется с поверхности грунта, в результате почва уплотняется и не пропускает воздух. Решение вопроса, как часто поливать газон, зависит также от типа почвы. Обильное увлажнение требуется писанным легким почвам. Расположение участка на солнечном открытом месте также требует более частого полива. Явный признак засыхания газона – трава долго не распрямляется после ходьбы пыней. Прогрессивные технологии в области выращивания растений подарили садоводам возможность автоматического полива. Эта система заслужила огромную популярность, выполняя наиболее трудоемкую работу эффективно и качественно. Если на самостоятельный монтаж системы автоматического полива не хватает времени, можно воспользоваться услугами профессионалов. Все работы по проектированию, монтажу и обслуживанию системы могут выполнить специалисты компании Гарден. Оформить заказ можно на их официальном сайте. Продолжение следует...